Пусть буду я уверен и непокалебим Тебе Пусть буду я уверен и непокалебим Моих горни глубоков Уверен и непокалебим Тебе Аллилуйя! Пусть буду я уверен и непокалебим Смотрите, Бог для сегодняшнего апреля Долготерпеливый и многомилостив Вот посмотрите, Его характер Вы знаете, характер Бога долготерпеливый Вы знаете, очень много было моментов в жизни Иисуса Христа Но Он показывал природу Бога Характер Бога И посмотрите, сегодня я хотел назвать мое слово Знаешь ли ты Бога? Помните, я в воскресенье говорил многие люди Мы были у одного человека Он цитировал Библию, он говорил в псалме Он истолковал Библию Но Он не был моим братом Я говорил, да, кто помнит воскресную проповедь? Да, я говорил, что Он говорил хорошо Он и цитировал местописание Но Он не знал Бога Он не был рожден от Бога Он не был моим братом Вот смотрите, я слежу за нашего молодежного Ну, откровения Я просто в восторге Супер! У вас у каждого такое знание Слова Такое вот У вас, я не знал, может быть, кто-то и пользуется Какими-то другими источниками Но, как вы мыслите, мне очень нравится Особенно, когда я читаю такие глубокие моменты Нам надо, вообще, очень важно, да, чтобы у нас было два крыла Одно крыло – это знание Слова Божия А второе крыло – это знание самого Бога Мы должны в этом тоже углубиться Строится отношение с Богом Когда у нас отношение с Богом Смотрите, мы сегодня пели, да? Используй меня, Бог, я весь твой И мы сразу думаем, что Бог как будет использовать меня? Он возьмет меня и будет Я буду молиться, там будут чудеса, знамения Это тоже есть Но первое – используй меня Он для того, чтобы использовать Хорошо, я такой пример приведу У вас дома есть кухня? У всех есть кухня, да? Да Вы заходите туда и берете грязный стакан и пьете воду? Нет, мы его помоем Помоем, потом попьем воду, да? А как вы думаете, чтобы Бог использовал нас, Он должен нас мить? Да, конечно Аллилуйя Мне это нравится, если вы это понимаете, да А что, это процесс Вот когда я молюсь и пою Мы когда поем, мы не думаем, что мы молимся Мы думаем, что мы сейчас поем, чтобы там услышали, как я хорошо пою Нет, ты молишься Сегодня все стояли три, четыре, пять человек здесь и молились Используй меня, потому что я вес твой Говорит, а чтобы я тебя мог использовать, я должен тебя помить Почему и Давид говорит, сердце чистое сотвори во мне Знаете, в нашем духе есть совершенство В нашей душе нет совершенства А наша плоть греховная Поэтому, что делает Бог? Бог очищает нашу душу Царь Давид в Ветхом Завете В Новом Завете Иисус Христос не говорят Чисти духом узрят Богу Они говорят о душе Фактически душа и сердце, они одно и то же Вот посмотрите, чистота нуждается наша душа И мы отлично, очень хорошо знаем самим себе Что чисто и что не чисто Я лично очень хорошо знаю себе Я лично знаю, что во мне это не чисто, это чисто И мой дух не нуждается в этот момент чистоте Потому что, когда дух обновляется, он в своем месте А душа, сердце, оно нуждается постоянно в чистоте Поэтому Иисус сказал, не будете узрят мне Мое присутствие в этот момент не придет к тебе Если у тебя душа, сердце будет грязное Если оно будет нечистое Поэтому здесь то, что пастор говорит Здесь большинство нашей жизни Мы должны работать с нашей душой Мне, знаете, еще очень нравится Как наш пастор однажды сказал То, что тот огонь наша душа просто не выдержит Душа не пройдет Душа не сможет выдержать тот огонь, который дает Дух Святой Когда огонь Бога Живого касается нас Только наш Дух может пройти Пусть буду я уверен и не покоребен Мои корни глубоко Уверен и не покоребен в тебе Пусть буду я уверен и не покоребен Мои корни глубоко Уверен и не покоребен Уверен и не покоребен в тебе Пусть буду я уверен и не поколебим Мои корни глубоко Уверен и не поколебим в тебе Пусть буду я уверен Пусть буду я уверен и не поколебим Мои корни глубоко Уверен и не поколебим в тебе Пусть буду я уверен и не поколебим Мои корни глубоко Уверен и не поколебим в тебе Пусть буду я уверен и не поколебен Мои корни глубоко Уверен и не поколебен к тебе Пусть буду я уверен и не поколебен Мои корни глубоко Уверен и не поколебим в тебе Пусть буду я уверен Пусть буду я уверен и не поколебим В моих горни глубоко Уверен и не поколебим в тебе Пусть буду я уверен Пусть буду я уверен и не поколебим Моих горьких упаков Уверен и не поколебим Тебе Почему давали? Не давали, отвергни дух Такого невозможно Потому что дух рожден от Бога А душа не рождена от Бога Душа это наша, да, конечно, обновлена от Бога А душа и сердце, и остальные органы рождены от наших плотских родителей И говорит, снаружи чашу очищайтесь То есть это что он имел в виду? Вы стоите перед зеркалом, вы краситесь, бреетесь Вы красиво себе сделаетесь То есть снаружи чашу очистили А снутри осталась грязь А как чистить внутренность наша? Каким образом? Во-первых, мы знаем, что слово это как вода А дух это как огонь Дух идет и очищает наша внутренность Вода идет, промывает Вот я сегодня утром взял кафейный стакан Поставил под воду Не дергал, ничего не сполоснул Просто поставил под воду и открыл воду Вода начала туда попадать И просто нужно было время, чтобы этот стакан очистился Стакан очистился, вода была чистая в стакане Но стенки стакана были еще грязные То есть то, что делает вода, то, что делает Слово Божие Дух Святой, он вот так, как палец Он заходит вот так Болтает вот это все И эта вода опять очищает И чтобы очистить полностью стакан Его надо выливать А потом опять поставить под воду Вы знаете, ошибка христиан в чем? Вот это будет у вас просто внутри понимание такое Ошибка христиан в том, что поставили вот молитва Что это такое? Ты стоишь перед Богом, ты молишься Но Слово, которое в тебе Эта молитва берет это Слово Начинает в тебе оживлять Это как раз тот момент, когда Бог как ершик Использует Слово внутри тебя Который очищает весь стакан Если Слово будет просто вот здесь Оно никакой пользы не принесет То есть мы не начнем меняться В характере мы не начнем меняться Вот мы в характере не начнем меняться И у нас будут проблемы просто Бог не может использовать нас в таком характере Который мы имеем Дух Святой, Он Дух нежности Дух Святой, это как голубь Нельзя обижать Духу Святому Понимаете, ты скажешь А что, Дух Святой обижается? Дух Святой не обижается Дух Святой отходит просто Дух Святой отходит, ждет нашей воли Когда мы скажем, Дух Святой, помоги меня Почему? Потому что, чтобы познать тебя Сегодня пели такую песню? Нет? Да Я, Вес Святой, хочу, чтобы познать тебя Ближе быть с тобой Чтобы познать тебя Вы знаете, Бог в своем слове Но без Духа Слово это буква Мы можем очень много слов говорить Но если мы не будем это все наполняться Это все просто будет на уровне знания Это нас просто сделает гордыми такими Нас уже будет казаться, что мы все знаем Но Дух будет у нас пустой Рожденный от Бога не грешит Рожденный от Бога Да, Амель Амель, слышите, братья? Рожденный от Бога Рожденный, слыша Не грешит Да, но рожденный от Бога хранит себя Не кто-то, а он себя хранит Не пастор, не епископ Никто не придет вместо меня хранить меня Я должна Ты, я Должен это делать И посмотрите Рожденный от Бога хранит тебя И лукавый То есть сатана Не прикасается к нему То есть не прикасается Почему очень часто человек попадется Под атак сатаной Не хранил себя Да, то есть где-то допустил желание, мысли И оно выросло Где-то ляпнул то, что не нужно Я очень часто говорю Я что-то ляпнула Это не нужно Я сейчас До сих пор Мы нуждаемся перевоспитанием Мы сам Я очень часто сижу и говорю Кто ты? Кто ты в этом области? Какой сосуд ты здесь? Это очень хорошо Если мы судим В свое время самым себя Не будем судиться уже Поняли, да, что я говорю? И посмотрите здесь опять Вот это очень хорошее Душевное исцеление И советы есть Первый, второй, третий ион Вот посмотрите, что говорит Это третий ион Возлюбленный, молюсь Чтобы ты здравствовал И преуспевал во всем Как преуспевает душа твоя Значит, есть преуспешная душа Здравый Неболезненный Не то, что знаешь Вот каждый секунд Ты строишь козни И там идет конкур Знаете, вот так Вы растерзаете вашу душу Мы это делаем Очень часто Я это делаю Ты это делаешь Очень часто И оно приносит Знаете, вот так вот Оно вмешивается уже И нервные системы И всякие эти И сердце И раздраженность Почему человек раздраженный Когда мы видим Человек сильный раздраженный Я говорю, да Духовный непорядок В этом человеке Душевный Уже душевный Уже, знаешь, вот так вот Уже мне не нужно Чтобы кто-то пришел Рассказывал А его это самое Ну, инструкции Вот Уже мы знаем Я говорю, да Это душевный Это самое Молиться Какой нервный человек Надо молиться Надо беседовать Надо просто Звать и сказать В чем твоя проблема Давай мы помолимся Давай мы поможем тебе Поможем Не обличим тебя Не знаешь Не рубим тебя Ну, просто поможем тебе В чем проблема И я хочу И я Хочу я приносить плоды Укорениться Где текут Живые годы И я Хочу я приносить плоды Укорениться Укорениться Где текут Живые годы Я хочу Я приносить И я Хочу я приносить плоды Укорениться Где текут Живые годы И я Хочу я приносить плоды Хочу я приносить плоды Укорениться Где текут Живые годы И пусть буду я уверен Пусть буду я уверен И не покалебен И не покалебен Мои кони Кубаков Уверен И не покалебен В тебе Пусть буду я уверен И не покалебен Пусть буду я уверен И не покалебен В тебе Уверен ты, не подкалебен теперь Пусть буду я уверен ты, не подкалебен Мои корни глубоко Уверен ты, не подкалебен теперь Олюблю я Вот очень важно, в каких ситуациях Потому что начали говорить о том, что будет много атак Когда мы поднимаемся в гору, нам тяжело И понятное дело, враг хочет так, чтобы мы обратно спустились на то место, с которого начали Но очень важно, что мы в таких ситуациях произносим свою жизнь Вообще произносим в молитвах Произносим в этих ситуациях Потому что в Матвее написано, что не то, что входит в уста, вернее, человека Но то, что выходит из уст человека И я просто благословляю каждого из вас Чтобы мы с вами говорили только хорошие слова, богодухновенные слова А лучше вообще на какие-то такие ситуации мы отвечали по Писанию Потому что по Писанию мы никогда не ошибемся Даже если обувь лица возле входа Ты не отдашь Иисуса Он там тебя и поймает дьявола Надо ключи сердца свое отдать Иисусу Моисей отдал ключи сердца полностью Иисусу Он уже не свой Вы куплены дорогою ценой Вы уже не свои Есть хозяин в нашей жизни И когда дьявол стучится к нам Не надо встать и открыть двери Пусть Иисус отвечает ему Аллилуйя Аминь 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 Какие бы проблемы не пришли Дайте ключи Иисусу Беси, дьявол, нападает на душу Да, терзает душу И потом, когда ты становишься в молитве В духовной войне Дух не имеет этой силы уже Знаете почему? Да, он имеет этот момент Он, знаете, вот так подавленный через душу Мы это вам говорим Не то, что молодежность Это глубокие вещи Мы учим вас Знаете этот момент, что делать? Беси нападают на душу вашу На дух они не смогут никогда Иногда говоришь, да? Ой, как душа болит Нападение бесов Да, душа болит, правильно Дух этот момент старается поддерживать тебе Поддерживать молитвы Словом поддерживает Словом, да, ну дух, да Твой дух, да, конечно Через это вот Ну понимаешь, понимаете, вот так Душа болеет Поэтому здесь говорит Здравствует как-то Здравствует как-то твоя душа Поэтому это говорит Интересно, что Павел Да, он два раза Тимофея писал А Тимофей же тоже был молодой служитель По тем временам То есть на самом деле Он даже писал то, что молодой И здесь еще, знаете, вот потом В следующих стихах написано Не неради А пребывающим в тебе дарование Которое дано тебе по пророчеству С возложением рук священства И здесь еще написано Не неради То есть не пренебрегай тем, что тебе Бог дал То есть когда ты говоришь Я молодой, я не буду служить мне еще рано Это значит, что ты говоришь Бог, ты не того избрал Ты Бога говоришь, что Бог ты неправильно сделал Как глина, можно сказать, горшечнику Почему ты так сделал, да? Этого не может просто быть И знаете, мне еще нравится, что тут написано Но ты будь образцом Тимофей, ты молодой служитель Будь образцом для тех людей Которые верны в слове Которые верны в житии В любви В духе В вере И в чистоте Это моя песня Молитва моя До конца До конца Это моя песня Молитва моя До конца До конца Это моя песня Это моя песня Молитва моя До конца До конца Это моя песня Молитва моя Это моя песня, молитва моя До конца, до конца Пусть буду я уверен, пусть буду я уверен И не подкалебит моих горми глупакой Пусть буду я уверен, пусть буду я уверен И не подкалебит моих горми глупакой Уверен, пусть буду я уверен, пусть буду я уверен Уверен в принципе мне поколевит Моей гcalки мупоко Уверен в систему Уверен в принципе Здесь Пусть буду я уверен Уверен в simples При transgender Моей гcalки мупоко Уверен в mentre Певρά Бог желает, чтобы были сильны душою, читая этот стих, возлюбленя мою, молю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Вот посмотрите, мне не должны отступать, да, проблема пришел или какой-то момент меня отступает, преуспевать во всем. Везде есть духовные ответы, духовные вопросы и духовные победы, вот это Господь хочет, вот это Господь от нас хочет, чтобы мы это везде преуспевали. У вас будут вот мирские, я не говорю, что вы знаете, миром вот так, друзья, чтобы через это, знаете, вот так вы сказали о Христе, но это не значит, что вы должны, знаете, вот так попадать на их влияние. Влияние должно быть от вас, потому что у вас живой дух, а у них нет, у них мертвое. Вы должны влиять, конечно, тебе будете, вот, особо это касается мальчикам, братьям, вы должны, если вы не будете, они точно будут сто процентов преуспевать. Да, конечно, сейчас тем более. Греховные, знаешь, душевные отношения, тем более сейчас. Конечно, мне очень много не видно. Когда мир разлагается. Я не вижу очень много, но иногда родители рассказывают, я так смотрю, я говорю, да ладно, да, миру это, я говорю, да ладно, понимаете? Поэтому и говорит, смотрите, плод ваш есть святость, потом, после этого жизнь вечная. Аминь. Плод есть ваша святость, смотрите, плод ваш есть святость, а конец этого плода жизнь вечная. Да, извините, да, каких бы ни было трудностей, все равно в конце туннеля нас ждет свет, если мы на самом деле пройдем испытания достойно вместе с Богом. Если мы доверимся Ему, то в конце туннеля нас ждет такое благословение на самом деле. Нам просто нужно довериться Богу и все, и тогда все в нашей жизни на самом деле будет просто отлично. Аминь. Слава Господу. Знаете, мне бы хотелось завершить наше сегодняшнее общение молитвой, чтобы мы сейчас просто склонили голову и помолились о том, чтобы вот это слово, которое мы несем, оно на самом деле проникло до разделения души и в духа. Аллилуйя, дорогой Господь отец, мы преклоняемся перед тобою, мы возвеличиваем твое имя, ты достоин, Иисус, ты один достоин принять всю славу, всю честь и всю хвалу. И мы благословляем каждого человека, кто будет смотреть это видео, каждый, кто будет на самом деле наполняться духом твоим, просто ты излей. Излей реки воды твоей живой, отец, твою любовь, ты есть любовь, а кто не любит, тот не познал Бога. И мы благословляем каждого человека, благословляем нашу молодежь, наше общение во имя Иисуса Христа, благословляем твое святое имя, отец. И мы знаем, что ты великий Бог, мы верим тебе, мы доверяем тебе, отец. И мы знаем, что слово твое говорит не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Савоох. И мы принимаем это слово в свою жизнь, что мы двигаемся верой, взираем на тебя, на нашего начальника, на нашего руководителя, на нашего на самом деле защитника. Ты наш самый лучший друг, ты наша скала, ты наша защита, и ты достойный Иисус. Будь прославленный и превознесен в нашем служении, в нашей жизни. За все тебе да будет слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. До конца, до конца, до конца, это моя песня, молитва моя. До конца, до конца, до конца, пусть буду я уверен, пусть буду я уверен и не поколебен. Пусть буду я уверен и не поколебен. Мои корни глубоко, уверен и не поколебен. Пусть буду я уверен и не поколебен. Продолжение следует... Продолжение следует...